В этом видеоролике мы поговорим с вами про три основные темы. Первая тема – это разрыв экономики США и фондового рынка. Поговорим про главные признаки пузыря, которые отмечают топовые эксперты в области управления активами. Вторая тема – это инвестиции в Индию. Мы поговорим о том, почему интересно инвестировать в Индию на сегодняшний день. И поговорим про конкретную инвестиционную идею, которая, на мой взгляд, будет перспективна в ближайшее время. Вообще, на сегодняшний день одной из главных задач инвестора стоит максимально широко диверсифицировать свой капитал. Потому что если 5 лет назад, 7 лет назад вы могли сконцентрироваться только на Соединенных Штатах, ну скажем так, большую часть, значительную часть своего капитала инвестировать туда, то сейчас это имеет очень и очень большие риски. И почему так, мы как раз-таки поговорим в первой части этого видеоролика. Ну и третья часть этого видео будет посвящена презентации курса, который пройдет с 10 по 12 сентября. Называться этот курс будет «Анализ рынка по чистому графику». За эти 3 дня я расскажу вам, как без помощи каких-либо дополнительных инструментов, без индикаторов, без волн, только лишь при помощи цены, при помощи гистограммы объемов и понимания того, где находятся ключевые уровни поддержки и сопротивления, эффективно анализировать рынок. Этот курс будет полезен в первую очередь тем, кто занимается активным управлением капитала. Если вы исключительно долгосрочный инвестор, который занимается пассивным инвестированием, то, наверное, этот курс вам не интересен. Но если вы активно управляете капиталом, делаете регулярную ребалансировку своего портфеля, пытаетесь поймать среднесрочные и долгосрочные циклы в экономике, то для вас крайне важно иметь эффективные инструменты, которые будут решать задачу маркет-тайминга. И этот курс как раз-таки направлен на решение этой задачи. Но обо всем по порядку. Меня зовут Андрей Михайлес. Я являюсь независимым инвестиционным консультантом, занимаюсь доверительным управлением, а также провожу, как вы уже поняли, курсы по инвестициям и трейдингу. Более подробно про мои услуги и продукты вы сможете найти в описании к этому видео. Там же вы найдете мои контакты. Если у вас останутся какие-то вопросы ко мне, вы можете без проблем мне по ним написать. И я постараюсь дать вам исчерпывающие ответы на все ваши вопросы. Ну а теперь желаю вам приятного просмотра. И вначале, так как мы будем говорить сегодня про конкретные инвестиционные идеи, я хотел бы обратить ваше внимание на одну из последних инвестиционных идей, которую я опубликовал у себя в Телеграм-канале. Эта идея до сих пор актуальна и более подробно с ней вы сможете ознакомиться по ссылке в описании к этому видео, где найдете ссылку на данный Телеграм-канал. И если вам понравится тот контент, который вы там найдете, не забудьте на него подписаться и будем с вами на связи. Теперь вернемся к теме разрыва между фондовым рынком и экономикой Соединенных Штатов. На первом графике, который я хотел бы вам показать, видна динамика фондового рынка – это красная линия, и синяя линия – это ВВП. И мы видим, что со второго квартала этого года наблюдается разрыв между этими двумя показателями. То есть, с одной стороны, мы видим, что ВВП Соединенных Штатов сокращается, в то время как фондовый рынок Соединенных Штатов обновляет исторические максимумы. Следующий график, который я хотел бы вам показать – это любимый индикатор Баффета, который показывает нам соотношение между капитализацией фондового рынка и размером ВВП. И мы видим, что на сегодняшний день этот индикатор находится на своем историческом максимуме. То есть, даже во время бума .com в 2000 году этот параметр был ниже, чем мы видим на сегодняшний день. Теперь давайте взглянем, как выглядит этот параметр у различных стран. Здесь история заканчивается на 2019 году, но на самом деле нам это не важно. Нам важно не текущее значение, а нам важно посмотреть, как в различное время вели себя те или иные рынки. И тут я хотел бы выделить несколько моментов. Первый момент – это ситуация с Японией в 1989 году, когда этот параметр у Японии достиг 140%. И выделить ситуацию с фондовым рынком Британии в 1999 году, когда этот параметр достиг 175%. Давайте же взглянем, как вели себя фондовые рынки этих стран после того, как они достигли этих пиков. Вот так выглядит график фондового рынка Британии. То есть, мы видим, что с 2000 года этот рынок практически не рост. То есть, за 20 лет на сегодняшний день цена находится ниже тех отметок, которые были в 2000 году. То есть, за 20 лет вы бы ничего, скорее всего, не заработали, даже с учетом дивидендов. То есть, реальная доходность была бы, скорее всего, около нуля. А вот так выглядит стоимость фондового рынка Японии. То есть, мы видим, что за 30 лет цена так и не обновила свой исторический максимум. То есть, если вы покупали там в 88, 89, 90 году, то спустя 30 лет вы бы все равно находились в минусе. О чем нам говорит эта ситуация? Это говорит нам о том, что столь экстремальные соотношения по этому мультипликатору очень сильно ограничивают будущий потенциал роста. И, безусловно, на сегодняшний день мы видим рост, который продолжается. Но продолжается он исключительно за счет тех стимулов, которые мы видим со стороны монетарных и фискальных властей. И как только эти стимулы начнут ослабляться, очень вероятно, весь этот рост также закончится. Поэтому, как я уже говорил, очень важно на сегодняшний день правильно диверсифицировать свой капитал, потому что велик шанс того, что вы попадете в такую же ситуацию, как инвесторы, которые инвестировали в Британию в 2000 году, или же как инвесторы, которые инвестировали на фондовом рынке Японии в 90-х годах. Но является ли ситуация на фондовом рынке Америки пузырем? Я бы хотел акцентировать ваше внимание на двух признаках пузыря, которые отмечаются многими топовыми специалистами в области управления активами. Первый признак пузыря – это то, что текущие оценки, по которым торгуются компании, очень сложно объяснить логически. То есть, они настолько большие, что очень трудно обосновать, почему компания столько стоит. И второй параметр, он пересекается с первым – это то, что покупатели покупают независимо от цены. То есть, если человек хочет купить Теслу, он покупает акции Тесла, независимо ни от каких мультипликаторов, независимо от того, какую выручку генерирует компания, какую прибыль генерирует компания и так далее. И если мы посмотрим на текущий рынок, то мы увидим присутствие обоих этих признаков. То есть, та же Тесла, Амазон и прочие-прочие компании торгуются по таким оценкам, которые очень и очень сложно объяснить, и они продолжают расти. Это значит, что на рынок приходят покупатели, которые покупают эти акции независимо ни от каких фундаментальных параметров. То есть, они покупают просто потому, что хотят иметь эти акции у себя в портфеле. Но здесь есть еще и оппозитное мнение. Дело в том, что стоимость любой компании мы можем представить как сумму тех денежных потоков, которые эта компания принесет в будущем. Но не просто сумму, а именно дисконтированную сумму. То есть, мы берем каждый год, берем ту сумму, которую мы ожидаем от этой компании получить, и делим ее на ставку дисконтирования. Соответственно, чем дальше по времени сумма, которую мы ожидаем получить, тем больше вот эта ставка, на которую мы эту сумму делим. Эта ставка формируется из, первое, это стоимости денег, и второе, это из рисков, которые мы закладываем, из рисков, связанных с этой компанией, которую мы закладываем в эту формулу. И получается так, что чем больше эта ставка дисконтирования, тем меньшее влияние оказывает на текущую стоимость компаний будущие финансовые потоки. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день мы имеем стоимость денег равную нулю, а во-вторых, стимулы, фискальные стимулы, монетарные стимулы, которые оказывают власти, они очень сильно снижают риски, связанные с компаниями. То есть если у компании все будет плохо, они выкупят ее долг, дадут ей денег и так далее. То есть тем самым они снижают бизнес риски. И таким образом мы получаем, что вот эта ставка дисконтирования, на которую мы делим будущие денежные потоки, которые мы ожидаем получить от конкретной компании, она сейчас очень сильно упала. И соответственно, чем меньше вот это значение, на которое вы делите будущие денежные потоки, тем больше у вас текущая стоимость компаний. Поэтому говорить о том, что текущие цены на фондовом рынке совсем никак не объяснимы, я бы конечно не стал. Но если вернуться к Соединенным Штатам и вернуться к их ВВП, становится очевидно, что как минимум в этой ситуации имеет смысл использовать более широкую диверсификацию своего капитала, чем вы, например, использовали ранее. И возникает логичный вопрос, а куда же инвестировать? Какие страны выбрать как таргет для того, чтобы инвестировать свой капитал? На этом графике, на этой картинке видна динамика ВВП по странам. То есть красное это отрицательное значение, а зеленое это либо около нулевые, либо положительное значение динамики ВВП, темпов роста ВВП в текущем году. И тут не нужно иметь каких-то сверханалитических способностей, чтобы понять, что главный экономический рост в этом году будет происходить в Азии. Это Индия и Китай. Вот как выглядит динамика ВВП Соединенных Штатов в этом году. А вот так она выглядит в Китае. И вот так она выглядит в Индии. То есть мы видим, что в отличие от Соединенных Штатов, в обоих этих странах ВВП находится либо около нуля, в Китае ожидается небольшой рост, либо показывает значительно меньшее снижение, как в случае с Индией. Про Китай я уже делал видеоролик и рассказывал, какие интересные инструменты там есть и во что имеет смысл инвестировать. Ссылку на это видео вы найдете в описании к этому видеоролику. Ну а в этом видео я хотел бы поговорить именно про Индию. И первый инструмент это просто ETF, который покрывает весь фондовый рынок Индии. Это ETF с тикером Инда. Можно в целом купить его, добавить его к себе в портфель и особо дальше не заморачиваться. Но, как я уже сказал в начале этого видеоролика, есть одна компания, которая на мой взгляд заслуживает отдельного внимания. Речь пойдет про HDFC банк. Это крупнейший частный банк Индии и его акции торгуются на найсе стикером HDB. Цена 50 долларов за штуку, то есть в целом можно позволить себе купить эти акции с абсолютно любым капиталом. Почему этот банк интересный и почему я обратил на него внимание? Во-первых, это самый быстрорастущий банк в Индии. Темпы роста выручки, темпы роста прибыли у него самые большие среди всех конкурентов. То есть его бизнес-модель, его менеджмент, они показывают, что на протяжении 20 лет последних они являются крайне эффективными. То есть темпы роста этого банка, они, как я уже сказал, выше, чем у конкурентов. Второе, это то, что среди множества различных рейтингов этот банк признается как лучшим банком в Индии. То есть мы видим, что Forbes признала его лучшим банком в Индии, а также другие рейтинги, которые мне удалось найти, также признают этот банк банком номером один в Индии. Следующее, это то, что несмотря на кризис, несмотря на пандемию, аналитики ожидают, что уже в следующем году этот банк вернется к предыдущим темпам роста. То есть к предыдущим темпам роста, выручки, ростам прибыли и другим финансовым показателям. То есть по прогнозам этот кризис никак не скажется на тех темпах роста банка, которые он показывал в предыдущие годы. Когда мы говорим про оценку банка, одним из важнейших параметров, на которые мы должны обращать внимание, это достаточность капитала. И мы видим, что по этому параметру у банка дела идут очень и очень хорошо. То есть мы видим, что этот параметр растет, он вырос в марте относительно прошлого года, то есть относительно 2019 года. Возможно сейчас, с учетом вот той ситуации, которая в Индии, этот параметр несколько ухудшится. Но в целом мы можем констатировать, что финансовое положение банка является достаточно стабильным. И последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это оценки стоимости на forward price to book value и на forward PE. То есть мы видим, что на сегодняшний день по этому параметру банк стоит очень и очень дешево относительно своих исторических значений. Как по PB мультипликатору, так и по мультипликатору PE. То есть текущие уровни стоимости этого банка являются крайне привлекательными. Не так давно я делал для себя оценку этого банка, делал торговый план и он выглядит следующим образом. То есть набор позиций из диапазона 45-47,5 уже частично я набрал эту позицию. И фиксацию планирую делать первую выше уровня 60 и дальше мы посмотрим в идеале это обновление исторического максимума. То есть это позиция в долгую, это не спекулятивная позиция на несколько месяцев, это именно инвестиция. То есть это возможно год, возможно даже больше. Как я планирую фиксировать убыток в случае, если что-то пойдет не так? Я буду в первую очередь смотреть на финансовое положение компании. Если оно будет меняться, то возможно я буду принимать по ней убыток. Если же ничего с точки зрения фундамента по компании меняться не будет, то какой бы ни получилась эта позиция, какой бы волатильной она ни была, я буду продолжать ее удерживать. То есть как я уже сказал, это именно инвестиция. Здесь нет цели как-то быстро проспекулировать. Также что еще нужно знать про этот банк, что не так давно появились новости о том, что этот банк обвиняет в манипуляции с отчетностью. И в целом это напрашивается, потому что банк выглядит очень привлекательно. Очень высокий темп рост, хорошее качество баланса, привлекательные оценки стоимости. То есть реально банк выглядит очень интересным для инвесторов. И конечно же здесь можно заподозрить какие-то манипуляции. Но пока что прояснения какого-то нету. На сегодняшний день стоимость акции продолжает расти. И поэтому я для себя решил, что я эту позицию разделю на несколько частей и буду мониторить, что будет меняться в этой ситуации. То есть я частично эту позицию набрал и пока что смотрю. То есть будет появляться какая-то новая информация. Если это дело заглохнет, то есть никаких судов, никаких обвинений в дальнейшем не будет, то соответственно я спокойно доберу эту позицию и буду ее удерживать. Ну а теперь, друзья, давайте расскажу вам про курс, который пройдет с 10 по 12 сентября. Этот курс называется «Анализ рынка по чистому графику». И по ссылке в описании будет вот этот вот лендинг, где есть его описание и условия обучения. В первом же видео, которое вы здесь найдете, это видео есть на моем YouTube-канале, я его выпускал несколько недель назад, можно посмотреть, как этот анализ работает на практике. То есть здесь я показывал анализ 7 или 8 инструментов и примерно в 70-80% случаях мы увидели то движение, которое изначально прогнозировалось. В дальнейшем, конечно же, некоторые инструменты пошли по-другому, вышли определенные новости, например, там по СОИ вышел целый ряд новостей по газу, соответственно, погодные условия и так далее. Но тем не менее, первоначальный прогноз, он все равно был отработан. Поэтому обязательно посмотрите это видео, чтобы понимать, как этот анализ работает. Что это вообще за система анализа? Это подход к анализу рынка по чистому графику, без использования каких-либо дополнительных инструментов. Потому что все, что нам нужно для того, чтобы сделать качественный прогноз, это график цены, это гистограмма объемов и понимание того, какие уровни поддержки сопротивления на сегодняшний день существуют. Он с большой вероятностью будет реагировать. И этого достаточно для того, чтобы делать графический анализ. То есть больше никаких хитростей, больше никаких индикаторов, волн, чудо-уровни, больше ничего не нужно. И именно этот подход, эту систему вы и получите на этом курсе. Курс будет состоять из трех лекций. На первой лекции мы разберем уровни, поговорим про технические уровни, поговорим про то, как формируется технический уровень, что мы знаем о будущем, как мы можем вообще определить уровни поддержки и сопротивления. То есть в принципе мы поговорим про пять техник, которые помогают нам видеть эти уровни поддержки и сопротивления. Также я дам систему, которая, на мой взгляд, уникальная, потому что я не встречал это ни в книгах, ни где-либо еще, как при помощи уровней определять разворот тренда. То есть видеть самое-самое начало разворота тренда. И в конце мы, конечно же, попрактикуемся. То есть все лекции, в принципе, будут состоять из двух частей. Это будет теория и это будет практика. На второй лекции я расскажу вам про методику ВСА, но очень и очень быстро. То есть не нужно проходить какие-то курсы трехмесячные по ВСА. Я расскажу про несколько ключевых взаимосвязей цены и объемок, которых на самом деле более чем достаточно. Далее мы поговорим про графические паттерны. Поговорим про те модели, которые на самом деле работают, которые отражают суть текущего баланса спроса и предложения. Я думаю, многие из вас знают, что я очень скептически отношусь к различным всевозможным паттернам. Голова и плечи, рога и копыта и прочие-прочие вещи. Но тем не менее, из всего вот этого многообразия можно выделить несколько моделей, в которых есть логика. И именно про них мы и поговорим. Конечно же, это не книжные варианты. Есть определенные тонкости, определенные нюансы, которые я также расскажу. Мы поговорим про наклонный канал, поговорим про его использование, про техники его нанесения на график, ну и так далее. Ну и, конечно же, будет вторая часть этой лекции. Это будет практика. На третьей лекции мы соединим все эти элементы, которые мы разобрали в предыдущих двух лекциях, в единую систему графического анализа и, соответственно, больше попрактикуемся. То есть, третья лекция – это будет преимущественно практика. Мы сможем разобрать те инструменты, которые предложите вы, какие-то акции, фьючерсы или что-то еще, то есть, что вам будет интересно. И финальная часть – это будут ответы на вопросы. Теперь, что касается цены. Вообще, эту группу, этот курс я провожу не так часто. Была всего лишь одна группа в прошлом году. И очень вероятно, что следующая будет также примерно через год. Поэтому возможность пройти этот курс появляется не так часто. Более того, прошлая группа проходила этот курс по цене 100 долларов. А вот для этой группы я решил значительно снизить цену. Первые 10 человек вообще получают дисконт 50%. И есть еще несколько мест. То есть, если написать мне прямо сейчас, то я думаю, что вы попадете, успеете попасть в первую десятку. Для остальных цена будет ниже на 20%. Даты проведения лекции, как я уже сказал, это 10, 11, 12 сентября, в 18 часов по Москве. Будем делать записи. То есть, если вдруг в какой-то день у вас не получится посетить, сможете потом посмотреть лекции в записи. Почему такая низкая цена, я сейчас объясню. Но прежде я хотел бы отметить еще один пункт. Это гарантия 100%. То есть, если вам курс не нравится, если вы считаете, что он не стоит тех денег, которые вы за него заплатили, то вам достаточно мне написать причины, по которым вам этот курс не понравился. И я без каких-либо споров, без каких-либо возражений верну вам те средства, которые вы мне заплатили, за вычетом транзакционных расходов. Но есть одно условие. Если вы пользуетесь этой опцией, то дальнейшие наши отношения на этом заканчиваются. То есть, никакими больше другими продуктами вы пользоваться не сможете. Теперь давайте расскажу, почему я даю такие условия. То есть, почему столь низкая цена, почему я даю гарантии. Очевидно, что с такими условиями нет цели на этом курсе как-то заработать. Главная цель этого курса – это познакомить вас с моими наработками в области трейдинга и инвестиций и дать вам понимание, насколько то, что я делаю, оно для вас близко. И чтобы вы поняли для себя, нужно ли вам идти дальше, обучаться уже большим полноценным торговым системам либо работе на фондовом рынке, либо же продаже опционов. Поэтому, проходя этот курс, у вас, во-первых, нет никакого риска. То есть, если вдруг вы разочаруетесь, вы сможете без труда вернуть деньги. Во-вторых, вы за очень символическую сумму сможете получить качественный рабочий инструмент графического анализа и, что очень важно, простой в применении, без каких-либо сложных заморочек. Ну и в-третьих, вы поймете для себя, насколько вам интересно то, что я делаю и хотите ли вы видеть меня и мои наработки в качестве дальнейшего пути, собственно, развития на финансовых рынках. Записаться на этот курс очень просто. Здесь есть такая кнопка. Оставляйте имя, телефон, e-mail и пишите мессенджер, по которому можно с вами связаться. То есть, WhatsApp, Viber, Telegram. Либо же есть более быстрый и простой способ. Здесь ниже будут мои контакты. Будет Skype или же Telegram. И лучше всего, если вы мне напишите сами по одному из этих контактов. Так будет гораздо быстрее. Ссылка на эту страницу с условиями будет в описании к этому видеоролику. Поэтому, если вам интересно получить простой и эффективный метод графического анализа, проходите по ссылке и записывайтесь на этот курс. На этом у меня все. С вами был Андрей Михаилец. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Я надеюсь, этот видеоролик вам был интересен и полезен. И если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И будем с вами на связи. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Пока-пока.